продолжаем друзья наш семинар давайте помолчим полминутки позовем бога спасибо большое валентина продолжает и мы небольшой часть вот этого последнего академического часа посвятим завершению да насколько это возможно потом будут ответы на вопросы вопросы еще можно передавать сюда спасибо спасибо большое ну еще пять тысяч водер воды золотой ключик у нас в кармане и так мы с вами обратили внимание что самый главный враг зависимого находится у него между ушей если мы сможем с этим врагом разобраться и уйти от морока наваждение заколдованности в который попадает человек то тогда шансы у нас появляются мы с вами разобрали о том что такое провалы в памяти на самом деле вот в этой градации но стоит во втором во второй стадии вообще большинство специалистов ставят эти провалы в памяти в первую стадию но неважно вот мы с вами рассмотрели что есть возможность этим заниматься для того чтобы помочь восстановлению своего разума помните пожалуйста что нам показано также читать стихи как не покажется вам странным память это такой как хвост не будет нужды сейчас конечно очень большая подстава это наши телефоны никто ничего не хочет запоминать google окей и все это удобно но дело в том что количество альцгеймера увеличилась врачи же наблюдают тоже есть врачи которые анализируют ситуацию и за каждый технический прогресс человек платит своим здоровьем и так далее вот хвост отвалился потому что нужды в нем уже кто верит чтобы от обезьяны и так далее то же самое с памятью если не давать и новые интеллектуальные задачи то нам нам с вами нельзя этого делать поэтому пожалуйста осваивайте новую технику ставьте какие-то новые задачи чтобы у вас время это потребности разума они должны удовлетворяться потребность разума в том чтобы была задача который ищет решение кому-то может и наплевать нам с вами чтобы продлить нашу жизнь это уже наша ответственность надо понимать это и за позаботиться о том чтобы у нас каждый день была какая-то такая задача и поиск решения это как витамины для мозга это восстановление новых нейронных связей которые были разорваны порушены заморожены нам надо тренировать свое ментальное тело так же как и мы тренируем свое физическое тело и я надеюсь вы понимаете что у нас есть духовное тело его тоже надо тренировать и так мы с вами должны сейчас закончить на симптоматику но социальная декомпенсация звучит очень умно на самом деле это означает разрушение социальной жизни что такое социальная жизнь это наши коммуникации с этим миром с нашими более близкими с нашими дальними кто я по отношению какие мне отношения с этим миром какие мне отношения с людьми этот вопрос и задала своей подспонсорной одной она мне говорит ну чего какие мне отношения же одна жива у меня нет никаких отношений да я гоня не у тебя есть ближний круг это твоя дочка твой бывший муж твоя мама давай посмотрим на качество ушла ли ты написав шаги от токсических состояний психоэмоциональных и социальных они так и называются токсически отравляющие наши чувства могут нас на больничную койку загнать 90 процентов онкологических больных это больные с подавленным гневом и обидами они просто типа нормальные люди не стонут молчат и на дураков дебилов не обижаются ну я упрощаю но тем не менее вот 90 процентов на койках лежат в общем-то сузики нелеченые потому что их никто не вычисляет потому что психиатры предпочитают глушить давить плохо тебе на уйди еще дальше в коробочку не переживай не надо не вскрывай засни нормально ну поиграем в игру кто первый из нас выживет или доктор или больной но это печально весьма но я верю что все нас ждет хорошее что-нибудь наверное где-то вот поэтому но мы с вами знаем что социальная декомпенсация это не то что там не хожу на работу хотя с этим тоже возникают проблемы и очень хорошие семинары я надеюсь что вы будете когда-то вести их для работодателей о том например почему в америке в германии столько центров не потому что они людей любят нет не вопрос экономики они подсчитали что заменить одного специалиста гораздо дороже чем профилактировать поэтому вот в германии там даже было требование чтобы работодатель сам прошел тренинг органе образовательные они понимают они умеют вычислять если пациент начинает ему говорить что а потому что потому что потому что потому что потому что и потому что он начинает понимать что слишком много причин что он опоздал или не сделал то есть и хочет разбираться потому что Это легче его потом вызвать и сказать, я как твой работодатель говорю тебе, иди к алкоголикам, и я тебя ещё поощрю за это. Такое тоже я там видела, но не везде повсеместно, но тем не менее, да, такое бывает где-то, такое сказочное действие, вот, о котором только мечтать. И когда я спросила свою подспонсорную, она говорит, ну и какие у меня отношения, я говорю, да какие у тебя отношения, ты ненавидишь свою мать, и несмотря на все сделанные шаги, ты её не прощаешь. Это был первый случай в моей жизни, когда человеку, которому я очень много времени посвятила, потому что она алкоголичка, ну, безбашенная совершенно, и мне нравилось с ней работать, она интеллектуально сохранная, и всё такое, но, как ни странно, ничего не получилось. То есть она очень себя чувствует хорошо и прекрасно, знаете, как в старом анекдоте, что доктор, вы знаете, это вот, мне 90 лет, мне бы хотелось потенцию свою увеличить, потому что сосед по лестничной клетке говорит, что он свою старуху пять раз за ночь, он говорит, ну и ты говори, понимаете, вот, вот. Вот, поэтому это что-то из этой области, что, да, мне нормально, мне хорошо с этим, мне хорошо с этим и нормально, я никогда её не прощу, сказала, она в обморок выпала, я не знаю, что мне делать с ней. Я сейчас с ней взяла паузу, вот, потому что я, как бы, в нашей спонсорской семье есть свои порядки, и я не могу поощрять её, делая вид, что у неё есть спонсор и прочее разное. Я сказала, что так не пойдёт. Или мы двигаемся в движение, какие-то делаем, или нет смысла ни в чём этом, и тогда без меня как-нибудь, да. Ты презираешь свою дочь, потому что ты ей не доверяешь, постоянно её контролируешь, ловишь, вылавливаешь, лежишь в холодильник и так далее, ты презираешь её на самом деле. Вся эта псевдозабота, это отношения с точки зрения «я в порядке, ты не в порядке», когда отношения с точки зрения «я в порядке, ты не в порядке» перекошенные, то это плохие отношения, это деструктивные отношения, токсические отношения. Ты ненавидишь свою мать, ты презираешь свою дочь, и ты не прощаешь своего мужа. Вот такие у тебя чудные отношения с твоими близкими. А с дальними, да, пожалуй, не пойду я к этим анонимным больше. Там такие придурки выдала она после девятого шага. Вот такое бывает, понимаете. Как бы круг замкнулся, она закуклилась, и это как-то сработало очень странно. Вот, как бы начала критиковать вдруг всех, и я сама не понимаю, потому что в моей жизни 25 лет это первый раз такое случилось. Может не последний, но посмотрим. Говорят, чем труднее клиент, тем, значит, ты крепче для того, чтобы эту задачу решать. Так что не будем бояться, с Божьей помощью справимся. Ну и понятно, что эмоционально-нравственное огрубление, то есть эмоциональное дло. В общем-то, когда моя мама сказала мне однажды, царство ей небесное, встав перед дверью, ты выйдешь из этой квартиры только через мой труп, я встала напротив нее. У меня мама мудрая была женщина. Она недолго простояла у этой двери, от греха подальше, потому что у меня на лбу было написано, я выйду все равно. Я не знаю, что бы там получилось, если бы у нее не хватило гибкости отойти от этой двери. И я вышла из этой квартиры, и ничто не могло меня остановить. Мне было, честно говоря, все равно, что она чувствует, что она думает. И я не могла оценить ни красоту слога, ни красоту высоту подвига, когда она посадила меня, попросив несколько минут, попросила меня сесть и сказала, у меня есть предложение для тебя, послушай меня, пожалуйста, услышь меня, говорила она. Вот здесь есть две таблетки, выпей сейчас, выпей, ты быстро умрешь, я буду с тобой, я не оставлю тебя, я похороню тебя, отплачу, не позорься, ты не видишь себя со стороны, ты не для этого создана, не делай больше этого, выпей сейчас эти таблетки. Это когда ее не стало, это когда меня дошло, чего ей матери стоило говорить мне это, тогда я сказала, змея, имя тебе, женщина, сказала я, это дало мне такой повод пойти нажраться, сказать, вы представляете, что мне мать-то родная предложила. Я, конечно, из этого отжала все, весь цимис, понимаете, это же как же можно, душа горит, мать родная предлагает меня убить, конечно, из этого сделала шоу, вот, это давало мне такие основания, то есть мозг был до такой степени, что каждое движение как повод для того, чтобы захмелиться и обвинить, вот, потому что я шла ко дну, и мне надо было, чтобы сволочей было много, чтобы сволочь со сволочью на каждом углу стояли и мешали мне жить, потому что если я хотя бы на секунду предположу, что это не сволочи, тогда мне придется спросить себя, что я творю? Ну нет, 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 вы, вы, нет, ни за что, себя никогда, это только в программе, мне помогли тихо перетащить фокус на себя, Я, а я-то кто? А я-то что? И это, конечно, было не быстро и больно, потому что никому из нас это не нравится. Пренебрежение этическими нормами, ну, не знаю, знакома ли вам эта история, вот, помню, села я в плацкартный вагон, едут дети, а я на боковушке внизу, угадайте с трех раз, я села в позе лотос лицом к окну, достала бутылку и сидела, сосала, вот так, это потом вспоминала, и типа меня не видно, понимаете, в проходе, вот, боковое сидение, я на нем, я его разложила и сидела, и выбегала покурить, и мне казалось, что свежак не пахнет, никто не догадывается, в полном очумении, из кабака пришла потом на рогах, и я понимала, что никто не догадывается, я же приличный человек, в конце концов, да, ну вот, то есть, ну, очумение какое-то, непонимание чужих чувств, я искренне не понимала, я когда пришла к друзьям в пять утра босая, веселая, с двумя бутылками водки, я не понимала, что они так сворят на меня, как-то странно, ведь здорово уже все, давайте продолжать, какая работа, да брешься это, целая же я пришла, думаю, как они меня терпели, я бы кубарем, наверное, это вынесла, но они терпели, а я не понимал, что они такие гумузники, ну, что такое, не понимают, они тонкую душу артиста, не хотят праздника, ну, мы уже говорили, элфорическая память, уже мы говорили, защита источников употребления, это просто как дополнительные навыки, потому что это начинается и здесь, мама, я что тебе, бу, это самое, мы просто курнулись с ребятами, это шоу начинается с самого начала, вот, защита источников употребления и болезнь невыраженных чувств, вот, даже вот это вот, два человека в одном, мистер Джекила, синдром Джекила Хайта, это про подавленные чувства, Это про неумение, непонимание своих чувств, неспособность их выражать, непонимание своих потребностей, неумение их удовлетворять. Если этого ничего не случится, это как раз и есть этот айсберг поэтажно, который под водой. Потому что мы с вами должны понимать, что выпивка – это вершина айсберга, это симптом, это не проблема, не проблема. Проблема в том, что не видно. Вот для этого нам нужна программа «12 шагов», которая поможет разобраться с тем, что не видно, и тогда тяга к алкоголю непостижимым образом исчезнет. Появятся другие симптомы. Кто-то начнёт жрать, кто-то девок портит. Но это уже другая история. Но нам некоторым удаётся уйти, потрогать зависимый тип личности. Некоторым это удаётся. То есть если я чувствую, что на что-то подсаживаюсь, я себе подрезаю. Вот тогда начинает тренировка гармонии какой-то. И тогда я расписываю био-психо-социо-духовную, план выздоровления. План выздоровления – это очень важно. По био, по психо, по социо, по духовному. Как я вкладываюсь, потому что цена трезвости – вечная бдительность. Я должен смотреть, чтобы у меня все мои тела, всё моё хозяйство было в порядке. И тогда я буду в порядке. И мне не надо будет ни убегать, ни кидаться на кого-то, ни анестезировать. Ничего мне это не надо будет. Тогда я выхожу на свободу. Вооружённые силы, вооружённые знаниями, умениями. И это другое качество жизни. Хорошо. Я на этом на сегодня пока примолкаю, потому что вопросы. Если останутся вопросы, я медленно начну начинать завтрашний день. У меня есть, что вам сказать. Конечно, это очень много чего есть. Но что успеем, то мы обязательно просмотрим. Хорошо. Давай. Спасибо большое. Первый вопрос. Если есть диагноз ВСД, и те самые панические атаки, страх смерти, трезвость 9 лет, как с этим работать? Есть спонсор, шаги, группы. Но вот если что-то происходит, то мучает нервная система. Антидепрессанты не пила. Помогает только тот самый феназепам. Что делать? Начнём с конца. Тогда лучше антидепрессанты. Потому что феназепам – это дно уже. Это уже реальное употребление. Это транквилизаторы. Это всё равно, что водку пить. Разницы нет. Снотворные, транквилизаторы или водка – это те же яйца, только в профиль. Поэтому тут как бы не о чем говорить. Вот. Это во-первых. Во-вторых, друзья мои, незнание болезни, оно творит чудеса. Я уже сказала, что все беды в мире в этом – от темы невежества. Когда мы не понимаем, когда мы не знаем, кто такой Терренси Горский, хотя бы, я уже пятый раз вспоминаю этого несчастного Терренси Горского, который жизнь свою положил на изучение процессов выздоровления, процессов срыва, на определение задач, которые в каждой стадии, 6 стадий выздоровления у зависимого, в каждой есть свои задачи, которые надо решать. То есть какая-то осознанность понимания своей болезни. Тогда, конечно, нам надо будет бегать по врачам, а врачи, конечно же, выпишут нам всё, что угодно. Они не несут ответственность за нашу жизнь. Но мы-то должны как-то понимать, что с нами происходит. Поэтому, ещё раз, связь со своими чувствами, связь со своими мыслями, наведение порядка во всех сферах жизни, как правило, уводит человека от таких вот состояний. Если, конечно, я не могу сказать, я, понимаете, не могу давать рекомендации вслепую никому, и там один раз увидела, спаси Господи, я тоже так не могу, это непрофессионально и неграмотно. Но если человек занимается посильно спортом, занимается своими сосудами, помогает своему телу, то есть, опять же, просто тупо говоря, исполняет план выздоровления, который меняется по достижению. Вот, там, составляем на квартал, допустим, и топаем. Вот. Чем отличаются неудачники от успешных людей? В институте изучения успеха вывели несколько формул, наблюдая. Неудачники, они как бы, точнее так, начнем с того, кто успешен. Люди успешные умеют планировать. Неудачники плывут, как, извините, дерьмо по Енисею. Вот. А люди успешные, они умеют планировать, они составляют эти самые горизонты ожидания. То есть, планы какие-то. Мы в праве составить свои планы, но мы с вами мудрые, поэтому мы планы составляем, но, сами понимаете, результаты отдаем туда, но мы в праве мечтать, хотеть, управлять тем куском нашей жизни. Говорят, Бог управляет твоим автомобилем, но право поворачивать руль, оно у нас, его никто не отнимал. Вот. Поэтому мы сами каждый день выбираем, в какую сторону нам поворачивать этот руль. Вот. И если я соблюдаю все, что связано с БПСД, то вряд ли у меня будут какие-то такие состояния, хотя, с другой стороны, они тоже могут быть, и нечестно было бы говорить, что этого нет. Все, что было со мной, мои провалы, они были связаны всегда с очень, понимаете, все время хочется найти какого-то психиатра, который поймет всю глубину моего отличия от всех вас. Вот. Вот где идет. Дьявол кроется в мелочах. Когда веник... Кто-нибудь видел человека, который веник сломал об колено? Думаю, нет, это нереально. Веник из прутев. Кто-нибудь вывел человека, которого прутик, который вот так двумя пальцами можно сломать? Я думаю, да. Так вот, пока мы веник, как только в моей голове начинается, я не такой, я другой, я старше, младше, толще, худее, богатее, не такая сумасшедшая, там и так далее. Все, я ищу, когда начинается поиск того, чем я отличаюсь от вас, я начинаю быть прутиком и отрываюсь от силы нашего единства. И тогда меня за углом поджидает целая команда ребят, которые мне быстро сейчас, потому что они вообще никуда не уходили. Они здесь все время сидят на плечах и ждут. Ну что ты, когда ты фраер лапушастый, расслабишься наконец-то и жаль от тебя. Хотя ведь никто не планирует последние 30 дней. Никто. Никто даже не думает о том, что у него пошел отсчет о последних 30 днях трезвости или жизни. Откуда это прилетает? Прилетает. Поэтому, как бы, я к тому хочу сказать, что, что я уже забыла, на какой вопрос я отвечаю. Что делать? Кто виноват? Писать план трезвости и рулить в той части, в которой, так вот человек успешно, он пишет план трезвости и план жизни и оставляет одну графу, почему не получилось. То есть анализирует это, умеет инвентаризировать прожитый период, безжалостно расставаясь с тем, что не помогло ему. И это называется управлять в той части, где нам действительно положено применять мозги и управлять, потому что мы же не какие-то безмозглые создания. Мы результаты передаем, но мы не должны тоже ждать у моря погоды какой-то. Поэтому, когда человек, и я хочу сказать, да, когда у меня провалы случались, это всегда были периоды, когда я убеждала себя, что я умнее вас. Ну, чему? Ну, так вот, если по чесноку-то, да? А вот, сижу и мучаюсь, думаю, скорее бы, спасибо, если не чисто, спасибо, если не трезво, спасибо, пожалуйста, все. Вот, и это было всерьез, ребята. Я скучала просто, думаю, господи, и диагнозы выписывала. Но это была болезнь роста моего, знаете. Вот, да, и это все, и это начало конца, да. Вот, я переставала ходить на группу, и начиналось тихо шоу. Вот, когда я думала, что я самая умная, мне не надо так часто ходить, вот, мне не надо, ну, какие подспонсорные у меня же пациенты. Еще одна фигня из области анозагнозии. Я же работаю в сфере выздоровления. Еще один бес, вот, такими витыми рогами, понимаете. И вот они потихоньку компании ко мне подбирались. А ты в области выздоровления, тебе не надо подспонсорных у тебя пациенты. Ты так устаешь, что ты там будешь сидеть? Иди домой полежи, кино посмотри. И вот эта бесовская хунта, тихо, незаметно, вроде под локоток так меня раз, и в другую сторону. И ба, я и не заметила, как я уже думаю о суициде. Как это случилось? А вот так я оторвалась от вас, и хана мне. И питательный раствор перестал мне поступать через пуповину. И бог там, ну что, он в курсе, что там с ним долго-то разговаривать. Здорово, папа. Все, и на этом достаточно. Дай мне сил, чтобы я сама принимала тут решение и рулила. И все, и меня ненадолго хватило. Поэтому, какие у меня атаки, но это не панические атаки, это из другой области. Это все, это все болезнь. Я боялась заходить в парадную. Иногда я делала вид, что, ой, ой, мне плохо, чтобы кто-то меня проводил домой. Потому что мои страхи обострялись. Я боялась проходить парадняк. Однажды я зашла в парадную, и кто-то вдруг стукнул. А я шла, у меня нога оболела, я подхрамывала. Стукнула дверь. Вы бы видели. Вот здесь сердце, господи, вот сил-то, оказывается, сколько у меня есть. Я взлетела на шестой этаж, как турбореактивная ракета. Думаю, у меня сил дофига, что я все кашу здесь под старенькую. Но я так потихоньку хожу в роль. Мне нравится. Сыночек, садитесь, маменька. И так это классно. Но иногда заигрываю, как артистка. Вот поэтому состояние всегда, когда я теряла контакт с вами, с вашей силой, со спонсором и самой собой, тогда болезнь начинала узурпировать власть. И вылезала, потому что она всегда во мне будет до конца дней. Только дам ли я ей узурпировать власть? Или сама буду ей говорить, сиди там, я вижу тебя. Алло, Люся, Муся, Пуся, как? У меня крышу сносит. Да? А давай помолимся вдвоем. Вот, понимаете? Поэтому вот я это слушаю, и я знаю, что надо искать на поверхности. На поверхности. Посмотрите и пропишите эти сферы. Что у вас там? И вы там найдете все без психиатра. Как правило, все где-то на поверхности. Или ушел в трудоголизм, или на бабло поставил, или на бабах снесло, или на мужиках снесло. Что-нибудь очень простенькое. Для психиатра даже неприлично такие причины проводить и так далее. Давай. Следующее. Ага. Спасибо. Как работать с чувствами? Дневник чувств. Ага. Да, дневник чувств. Замечательная вещь. Очень полезная. Кто-то знает. Спасибо большое. Кто-то не знает. Есть много разных форм дневничков чувств. И это очень важная, на самом деле, работа. Хотя о ней не говорится в большой книге, но это не значит, что этого не надо делать. Поэтому есть такая форма, которая более развернутая, есть более короткая. Мысль-действие. Мысль-действие. Чувство. Ну, не буду писать по пяти колонкам. Возьму самый простой и доступный. Что я сделал? Как было правильно поступить? Ну, например, для начала. Вот. То есть что? Потому что рулит вот это вот. Оно порождает вот это вот. А оно порождает вот это вот. Вот. Когда еще был жив Джозеф Мартин, Фаза Мартин такой. Это кто-то, может быть, застал из более взрослых, смелому доски. Вот у него я поехала стажироваться. Он был чудесный, этот отец Мартин. У него Фаза Мартин с Эшли Центр. Есть под Балтимором. Это была моя первая стажировка. Я его спросила. Я говорю, скажите, пожалуйста, я когда-нибудь изменюсь? А он сказал, что между вот ты, вот действие. Скорее всего, вот эта реакция, это надолго останется. Но прежде чем сделать, программа «12 шагов» поможет тебе научиться брать паузу. Вот это то, что я тебе обещаю. А то, что там изменишься ты или нет. И потом со временем я поняла, что зверек жив, что он здесь где-то недалеко обретается, ждет, пока я расслаблюсь. Перестану выполнять и следовать программе выздоровления. И мне по шарам вкатит так, что мало не покажется. Поэтому, например, начинать знакомство с собой, если сложно, что-то, пожалуйста, почему бы и нет. С дневничка наблюдения такого чувств должно быть не менее трех. Вот. И хочу сказать, что событие одно, не такой абзац, как у Льва Толстого. Я встал и подумал, повернулся, увидел, осмыслил. Беспокойство почувствовал, понимаете. Вот не это. Когда я начинала это в польском как раз лагере шаговом, я, например, ну так вот, я проснулась, в окно смотрели абрикосы. Какие чувства я испытывала? Негу, тепло, расслабленность, удовольствие. Вдруг в голову пришла мысль. Ой, мы же сегодня дежурные, сейчас поляки подумают, что тут русские понаехали. Вот, но я, правда, писала по пяти колонкам. Там это самое, тело мое было расслаблено, там реакция тела, приятно-неприятно, что я сделала. Вот, мгновенно я выкинула себя из постели, стала бегать, значит, надевать штаны, потому что мы были дежурные по лагерю. И я ходила как идиотка. Говорила, показывала всем дневник чувств, для меня это было открытие. Три года я уже выздоравливала. Мне говорят, ой, ой, опять у тебя красная голова. А красными чернилами я записывала мысли, которые приходили ко мне неожиданно в голову. У меня весь красный. Тогда я поняла, что такое больная голова. И все, значит, не волнуйся, смотри, у тебя... Ну, это пройдет, ничего. Вот, ну, в общем, каждому свои инструменты помощи. Может быть, кому-то пригодится. Но чувства, с ними надо начинать знакомиться. Повторяю, у нас есть ментальная разума. Мы уже говорили, нам надо туда витаминчиков подкидывать. Ну, вот, психоэмоциональная сфера. У нас там море чувств, море. Или мы их вычислим и возьмем управление. То есть научимся их выражать правильно. Это тоже другая часть работы. Да? Или и будем ими управлять. Или они будут нами управлять, если мы не будем с ними знакомы. И я никому не пожелаю. Если бы они нами стали управлять, будет плохо. Тогда анестезия потребуется. Спасибо. Как ты нашла своего бога и когда ты это поняла? Вот, мать твою, второй раз. Шла, я помню, по Невскому проспекту. Гля, идет. Ну, ребят, я не знаю, как я нашла. Я уже пыталась это объяснить. Но я могу повторить, если не надоело. Я не знаю, это был очень долгий путь. Вот, я глумлюсь над Шопенгауэром. Ну, правда, в том, что я глумлюсь над собой. Я такая же была. Я такую чухню несла. Лишь бы только никто не влез мне под кожу. Потому что там хоть и хреновый, но какой-то был склеен из дерьма и опилок мир. Вот. И так страшно было, что кто-то подберется. Поэтому ты молишься дома? Конечно, говорю я. Ты почитаешь большую книгу? С утра до ночи, говорю я. Читаю Довлатова, понимаете? Потому что меня только от него отпускало. Из депрессухи. Вот. И я... Я... Не трогайте меня. Я говорливая. Про третий шаг очень любила. Я про Бога. Буквально мы с ним кореша уже. Но правда в том, что я не молилась. Я не верила. Я не понимала. Немножечко я выдвинулась, когда сказала, хорошо. Объясните мне. С умным таким видом. Веря, что я интеллектуальнейшие задачи сейчас ставлю перед группой. Ну как это так? Нас много, а он один. Когда вы мне объясните механику процесса, еще там умничала, понимаете? А вот. Как они меня вытерпели? Я не знаю. Тогда я, пожалуй, что, значит, попробую делать то, что вы говорите. И вот там пять мужиков, значит. Вот они с дебилами. Я же не знала, что я дебил. Я думала, что я высокоинтеллектуальные вопросы задаю. И вот они ухичрялись, умудрялись как-то до меня что-то донести. Там что-то такое. Это было мучительно. Сидели со мной часами. Что-то такое. Я их слушала. На самом деле я никого не слышала. Потому что мне просто надо было, чтобы со мной кто-то посидел. Потому что я так устала. И мне так плохо. И все равно я не верю в их бредни. Но мое главное дело было приходить. Приходить. Мне сказал один человек втихаря. Ты приходи. Ты только приходи. И зацепил меня тем, что ты знаешь, что если будешь ходить, ты через год знаешь, какая красивая станешь. Все, что я поняла. Вот это я услышала. Во-первых, год. Врачи сказали, три месяца, если кардиолог родной отец. А так, в общем, не жилец. А этот говорит, год. И красивая. Это же я же девочка. Хоть и так это 38 лет было. И я его услышала. Шаги там. Они что-то шумели. Шаги. Они там рвали рубахи. Первый шаг. Первый шаг. И вообще больные люди. Чаек там покурить. Красивая. Красивая через год стану. Это я понимаю, какие-то шаги. Они от всей души мне свои первые шаги читали. Я думаю, господи, какие больные. Боже мой. Ой. А этот. Ой. Понимаете, вот так было на самом деле. Только тепло какое-то. Никакие шаги. Я их не понимала, о чем они. А вот тепло, поддержка. Что никто не ругал. Никто не глумился. Чаек халявный опять же. И как-то все так вот это вот. Вот как-то вот так, как у меня давно не было. Тепло, по-семейному. Что первое место, куда мне захотелось вернуться. Потому что меня обнимали. Там на три месяца мне подарили зажигалку крикет. Я рыдала всю ночь. Потому что я мразь. Какой крикет. Пусть он стоил пять копеек. Но я мразь. Недостойная мразь. Вот что я думала о себе. И поэтому какие там шаги. Я от них была, как от луны. Мне надо было разморозить еще. Мне надо было время. И главное, что мне дал Господь. Это терпеливую группу. Мы были вместе наркоманы и алкоголики. Это была единственная группа. Все были беззубые. Такие пробитые в хлам. И понимали друг друга без слов. Мы главное понимали, что двое это не один. Это значит, если мне надо куда-то пойти на похороны какие-то. Где будет чего-нибудь. Или где будет какой-нибудь ганджибас. Значит, мы идем втроем. И вот мы как сестры Федоровы там ходили. Здравствуйте. Это мои товарищи. Проходили за стол, садились. И помнили, что надо быть сытым. Где-то услышали. Надо быть сытым. Там похороны что-то говорят. А мы, я говорю, жрем. И мы на тазике к себе бобрета и жрем. Нажрались. Ну, кого тут хоронят, чего. И когда ты не один, это совершенно по-другому. И когда ты не голодный, оказывается, не обманули. Тоже ничего себе. Так это можно пережить. Вот, поэтому я не знаю про Бога. Но Бог для меня это были вы. Те люди, которые тратили время на такую вот конченую, сумасшедшую, бесперспективную, абсолютно сумасшедшую, какую-то дурочку, которая была в отрицании. Грандиозном, вот таком там, понимаете. И ничего, меня никто не бил за это. Все просто обнимали. И просто говорили, приходи, 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 приходи. Никто не насиловал. И в положенное время. Я говорю, а что там шаги-то это? Это что за мандула? Что за мандулень такая? Вряд ли я вспомню, конечно, что-нибудь. Потому что я пятилетками не помнила. Я к концу первого года разложила свидетельства о браке, о разводе, о браке, о разводе, о браке, о разводе. И, значит, и дипломы какие-то. И по ним восстанавливала. Я не помнила, где. Аут, туман. И мне надо было восстановить историю своей жизни как-то. Я потому что запуталась и все такое. Я не знаю, когда я встретилась с Богом. Я думаю, что я встретилась с Богом, когда я первый раз пришла на группу анонимных алкоголиков. Это был Бог. Просто Он был в виде беззубых, сумасшедших, но очень добрых из-за своей покоцанности, из-за того, что они прошли и Крым, и Рым, и не умничали. Вот это был Бог. Он тогда предстал для меня в виде этих людей. Он их послал ко мне как апостолов, которых Он в своё время сделал из рыбарей, нищих. И не подумаешь. Он не был в виде психиатров или кого-то, таких приличных людей, которым можно было прислушаться, к каким-то странным людям, которые меня окутали, как тело мне второе дали, любовью. Никто меня не повёл в койку, никто не воспользовался мной. Первый раз в жизни Бог мой стал учить меня не колоться, бухать, курить, забивать и посылать. Нах! Что я умела в совершенстве, а заботиться о себе, бережно относиться, понимать какие-то чувства, читать какие-то книги, не тратить на меня время, буквально, как по букварю, читая со мной эту синюю книгу периодически. Я, конечно, периодически хотела отдаться кому-нибудь, потому что мне было неловко, за что мне столько времени. Слава Богу, никто не соблазнился. И я им очень благодарна за это. И пока жива, буду служить, как умею, теми талантами, которые мне дал Господь. Спасибо вам, друзья, большое. Спасибо. Следующий вопрос. Если нет наследственности, в чём причина? Ребят, да, вот тут мне подсказали, необязательно это должно быть врождённое. Я заговариваюсь, иногда у меня такая иллюзия, наверное, мания величия, что все эти лекции все знают наизусть, понимаете? И мне прям даже неловко повторяться. Поэтому я так по верхам скольжу. Но правда в том, что это не обязательно, это может приобретённая болезнь быть, я совершенно не обязательно врождённый. Но какие есть симптомы? А сколько у нас осталось времени? 20 минут. Ну, ладно, тогда начнём завтра с этого. Есть симптомы, по которым может опытный человек вычислить человека от рождения, как говорится. Есть некий набор симптомов. Завтра я об этом спокойненько вам расскажу, когда мы таки долезем до биохимии, наконец-то. Как это проявляется и как это влияет. И это как раз с детства можно что-то понять. Но 25% начала употребления чего-либо по исследованиям, это просто любопытство. Просто любопытство. И, конечно, если сильно тренироваться, то можно раскачать, мы можем достичь всех высот лондонского дна, будучи даже железобетонным здоровьем. Поэтому, сами понимаете, просто профессионалов практически нет шансов. Вот тюрьма, больница, смерть – это про них. И как бы они рано дебютируют каким-то тяжёлым поведением или началом употребления. Начинаем от курения. Вот этим они чётко отличаются. Они, как правило, настоящие сумасшедшие, настоящие зависимые. Но хотя, повторяю, это можно раскочегарить в полный рост. Хорошо. Дальше есть три разных вопроса, но они все связаны. Давай. Все как разобращаются в одну тему. Давай. Замечаю в своей 12-летней дочери многие проявления симптомов болезни, алкоголизма. Есть ли вероятность, что она алкоголичка? Спасибо. Да. Дальше. Ага. Нет, можно я сейчас всё-таки, я боюсь, у меня башка уже дырявая. Поэтому я хочу сказать, друзья мои, что мы называем алкоголизмом. Если мы обратимся к источникам, то мы там в одной замечательной главе прочитаем. Эгоизм, эгоцентризм, вот в чём причина наших бед. Но правда в том, что мы не должны забывать, что дети, если бы я сейчас читала вам лекцию по возрастной периодизации, просто про задачи каждого периода от ноля до года, года до трёх, трёх до шести, шести до одиннадцати, с одиннадцати до пятнадцати, пятнадцати до семнадцати, семнадцати до девятнадцати. Есть свои задачи. Деструктивные семьи не подозревают о том, что они должны в этот момент делать с своими детьми. А те люди, которые ответственно подходят, они хотя бы почитают, прежде чем родить ребёнка, что они должны с ним делать. И тогда у него больше шансов у этого ребёнка. Но я хочу сказать, что до определённого возраста ребёнок эгоцентрист. Это хорошо. Ему положено быть эгоцентристом. Просто умные родители, они тихо его с пьедестала будут бритвой по горлу в колодец. Потому что тогда, если они этого не сделают, жизнь это сделает так даст по шарам, что будет лететь и очень сильно травмирован. Поэтому родители постепенно снимают ребёнка с пьедестала. Но если мы видим, что он я, моё, меня, мне, ну это нормально для ребёнка. Поэтому я не знаю, какие такие алкогольные черты вы там успели рассмотреть в 12-летней девочке. Это очень опасный возраст. Здесь начинается пубертат треклятый. Но его тоже можно пережить. Держитесь за спецов. Ищите спецов. Их сейчас с лупой надо искать, но они есть. Спецы, когда вы входите с ребёнком подростковый возраст, тот самый возраст, где самое максимальное количество глупостей может сделать судьбоносных ребёнок, надо немножко понимать. И надо учиться и уметь. Мы завтра, если успеем, немножко я хочу поговорить про созависимость, про семью, может быть, про детей тоже. У нас завтра немножко больше времени. И задавались вопросы. И не надо подозревать эгоцентричного ребёнка в том, что он стяжает на себя внимание. Может быть, это нормально. Часто мы то не видим ничего, то прям всё мы видим, как алкоголизм. Тоже крайности избегайте, пожалуйста. Просто любите своих детей. Но в положенное время, как мой папа там всё время, как чуть-чуть я куда-нибудь, он говорит, знай край, но не падай. Я такая, опс, и сразу на место. Эй, ты знай. Всё время пробивала границы возможного. Вот, кому-то не хватает любви, и он начинает. Дети ведь, они любви хотят. Они ничего больше не хотят. Правда в том, что и мы приходим в этот мир исключительно за любовью, чтобы любить и давать любовь. Всё остальное суета, суета и всяческая суета. И гроб с карманами ведь никто ж не придумал. Голые пришли, и голые уйдём отсюда. Вот только то, что здесь унесём. Вот, поэтому любите своих детей. Возможно, они ведут себя просто ужасно, потому что это их способ получения внимания. И он, бывает, заходит далеко. Они могут начать болеть, потому что, если родители, допустим, ссорятся. Потому что у постели родители по-любому соединятся и будут вместе сидеть. Это подсознательные игры. У нас подсознание очень много рулит нами, на самом деле. У алкоголиков и наркоманов подсознание, садомазохистка, я вам уже об этом говорила. Там идёт наказание, наказание, наказание. Непонятно за что, но оно там присутствует. Уничтожить, наказать, уничтожить, наказать. Вот что сидит в 90% голов зависимых людей. Они сами себя уничтожают. Ну, люди с левой резьбой. Ну, в общем, так. Хорошо. Учитывая наследственность нашей болезни, что нужно обязательно сделать для детей своих? Надо безопасить их. Ребят, знаете, гениальный российский педагог Семён Григорьевич Макаренко, которого изучают до сих пор из лаборатории, по-моему, в Америке и в Японии. Везде есть, кроме России. Изучают его опыт. Это был человек, который создал своё время, да, заточенные под совдеп, да, задачи были сопоставлены. Он гений просто. Я когда в аспирантуре педмастерства училась и читала, я плакала. Я не знала, как он рефлексировал, как он пробивал, создавая для этих ребят эту коммуну. Он говорил, не надо мне рассказывать про него, убийца он или вор, эти восьмилетние, девятилетние наркоманы, алкоголики, убийцы и преступники. Не надо. Моя задача не знать это, а создать такой питательный раствор, чтобы, опуская туда любой огурец, я точно знала, что он просолится. И он создал таких золотых ребят, что их всех до одного в 37-м перестреляли. Слишком золотые были, настоящие, заточенные, звенели. Хорошо, да, но это уже мои, так сказать, интерпретации, извините, пожалуйста, есть у меня некие такие, да, заносят меня, извините, пожалуйста. Вот, поэтому питательный раствор, о котором я говорю, называется благополучие, благополучение. Вот вопрос, о котором стоит задуматься родителям, у которых есть дети. Потому что что это за благополучение? Бабло ли это? Или, может быть, это как-то тоньше и интереснее и так далее? Как им создать дома питательный раствор такой, чтобы мы сами не выдавливали своих детей своими указивками из дома? Потому что же лучших побуждений исключительно. Мы достаем их, мы их не уважаем, мы мозг взрываем, мы выдавливаем их самими, своими руками из дома. Из лучших побуждений. Побуждение это вообще такая штука отдельная, с ней надо разбираться. Так вот, задуматься, что такое этот самый питательный раствор, что такое за благополучение, какая обстановка благополучия, что это такое, с чем это связано. Поверьте мне, не с деньгами. Я не против денег, я за то, чтобы все жили достойно. Но представьте себе, в советское время, когда я была студенткой музыкального училища в 68-м году, все девочки из всех семей нашей группы, мы ездили все под Питер, поселок Комунар, это надо было до Гатчины доехать, еще на автобусе доехать до этого Комунара, вот, в семью, в которой были родители с четырьмя классами образования. У них были простые полы, покрашенные краской, и оба родителя работали рабочими на фабрике Светоч. У них все было просто, все с огорода, капустка, там, картошечка, все такое, всех девочек тянуло туда нас. Мы приезжали, дядя Леша доставал баян какой-то, нас туда тянуло магнитом, что там было такое. Зато я приезжала в кремпленовом платье, мне мама купила первое, наверное, на весь микрорайон, кремпленовое платье, по крайней мере, на музыкальное училище. Люда, эта подружка, чьи родители всегда была в ситцевом платье, но она всегда была веселая, знала, что она хочет, она знала, что дома у нее защита, лобби, что туда надо доползти, ее поймут, примут, поддержат, чего никогда не было в моей семье. На иезуитский вопрос моей мамы, ты расскажи, только все дома, только дома тебе помогут. Я уже знала, не надо, мы уже плавали, знаем, там дома с трех сторон так дадут, что оглохнешь вообще. Вот, поэтому, понимаете, как бы, там было тепло, там было хорошо, там была поддержка. Я помню, мы отошли в уголок и что-то там себе переживаниями делились, и вдруг раздался голос из угла. Бабушки, которые я даже не заметила, я первый раз там была, у нас сказали, девочки, миленькие, не переживайте, вы такие замечательные, у вас все будет хорошо. Вы знаете, что я, во-первых, вздрогнула, во-вторых, я подумала, сумасшедшая какая, потому что я к этому не привыкла. Молчи, дура, за умную садешь. Че ты лезешь, не высовывайся, тебя кто-то спрашивал сейчас, где дерьма кусок, идиотка. Вот, мама из лучших побуждений, брала повод, провод, антенна, и так меня била, что я прогуливала физкультуру, потому что у меня шкура, мне стыдно было раздеваться, чтобы все не увидели, что меня в мясо там уделали, да. Возможно, было за что, но я не знаю, за что было это с ребенком там в седьмом классе, в шестом классе, что я такого делала, что я была сука, блядь, извините, но не мой текст, как бы тварь. Это я потом поняла, что она была очень несчастная, потому что отец пил, и она уже озверевала, и, конечно, она высыпалась на мне, потому что старший брат один жил отдельно, второй, хрен его так скрутишь, он здоровый двухметровый жлоб, и только я осталась, на которую можно было выспаться. Я потом это поняла, но это совершенно не, ну, тогда я не понимала, это, ну, покалечило меня в определенной степени, и вы знаете, это было так смешно. Я преподавала в УЗИ, в одном, в институте повышения учителей, это была первая кафедра, куда меня попросили преподавать, и там я поступила в аспирантуру, и сдавать, значит, надо было на втором курсе психологию. Я пришла сдавать эту психологию, у меня два таких кутуля, в каждом кутуле по несколько килограмм томов шпаргалок. Вот, и я зашла там, такая, значит, села на последний стол, за последний стол, чтобы спрятаться, а в комиссии профессор возглавлял, у нее такие лупы, знаете, и она такая, она сюда, я туда, она туда, я сюда. Она говорит, Валентина Владимировна, это вы там? Нет, проблила я. Она говорит, а что вы там делаете? Я готовлю сдавать психологию. Она говорит, ну, с вами просто чумеешь вообще, ну, вы корки можете, идите сюда. А я эксперт кафедры, понимаете, по редакции там всякой литературы и все прочее. Ну, я все время боялась, что сейчас все догадаются, что я дерьмо, мне надо молчать, за умную сойти. Вы представляете? Я даже не замечала, насколько мамина вот это вот мне впита в башку. До последнего я верила, что сейчас меня как раз разоблачат. Вот, это группа говорит, иди, 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 иди. Я пошла такая, думаю, все пропало, и все говорят, давай, 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 как с тобой хорошо сдавать, потому что меня все тягали посоветоваться и все такое. В это время группа вся списывала, значит, удачно. Говорит, слушай, с тобой сдавать экзамены, это просто праздник какой-то. Но дело все в том, что, ну, я уже преподавала в этом ВОЗе, и я все боялась разоблачения. Это как раз называется влияние травм детства на трезвую жизнь. Я все время не верила, что я достойна, что я могу. Я была в домике из ограничивающих убеждений. Об этом мы поговорим с вами завтра, потому что это очень важно. Это держит нас в таком плену, если это есть. Хорошо, я ответила, но я уже забыла, ребята, извините, забыла. Давай, давай, на следующий, на следующий, но я его озвучу. Я зависимая, имею двух детей. Что мне сделать, чтобы оградить своих детей от своей судьбы наркомана? Ну да, да. Это переративные меры безопасности. Вам, вы уже все делаете то, что вы можете сделать. Ваши дети в группе риска, да. Я не буду рассказывать вам розовых соплей здесь. Нет, не буду. Потому что я уже насмотрелась на своих выпускников, у которых выросли дети. Некоторые дети уже попали ко мне на терапию когда-то и выздоравливают. Не все. И они говорят, мы молимся, чтобы ты еще работала. Я говорю, чертова, сейчас, я уже сдохну скоро. Нет, уж вы, миленькие, наученные, давайте, занимайтесь семьями. Но гены, повторяю, вот. Поэтому я хочу сказать, дорогие мои друзья, я призываю вас верить и доверять. И если великий создатель наш, который дал вам жизнь и привел нас всех сюда, несмотря на то, что многие из нас поиздевались над собой, почему нам не верить, что он и дальше будет заботиться о нас? Все, что мы можем сделать для своих детей, стать им трезвыми родителями, понимающими. И если качнет детей, мы вооружены должны быть знаниями, пониманиями, тем, что делать. Потом я хочу сказать, что вы можете сделать. Создавайте группу ВДА и Алатин. У нас Алатин ведут выздоравливающие наркоманы. Как девятый шаг. Ну, они более молодые и более по возрасту подходят к тинейджерам. Вот. И так далее. Но это не обязательно наркоманы и прочее. Создавайте, делайте девятые шаги своим детям. А девятый шаг своим детям это быть, а, трезвым, б, адекватным, то есть работающим по программе выздоровления, а не просто чуркой, который бросил бухать и ненавидит весь белый свет, потому что, ну, нахрен, мне Шопенгауэр не позволяет. Ну, опять, прости меня. Вот. Понимаете? Ну, нельзя так. Так нельзя. Это безответственно. А мы, если мы будем в программе, тем более, когда мы вступаем и доверяем этой программе, с нами небеса, вот, они ликуют, как возвращение блудного сына. Все склеится. Многие заметили, что когда человек начинает движение и доверять начинает этому этой вселенной, эта вселенная вздрагивает, отряхивает пыль и начинает потихоньку разворачиваться. Потому что главный секрет, что все, что вокруг нас, это нам фидбэк, ответ на то, что мы туда вложили. Не надо исправлять других, бесполезно. Надо все силы вложить на то, чтобы апгрейд себе сделать. И вы увидите, как эта вселенная вздрогнет, пукнет, чихнет и пойдет по-другому. Кого-то уберет, кого-то даст и так далее. И вам не надо. Не надо. Как говорит Дзен, сиди на берегу и жди, пока труп врага проплывет. Простите, я уже устала и хулиганю. Вот, если на этом все вопросы кончились, отпустите, Христо, ради меня уже. Спасибо. 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 Друзья, спасибо за предоставленную возможность провести эту встречу. Спасибо всем участникам собрания. Спасибо всем тем, кто помогал в организации этого мероприятия. Конечно же, спасибо Валентине. Позвольте зачитать декларацию ответственным сторонам анонимных алкоголиков. Когда кто-либо, где-либо будет нуждаться в помощи, я хочу, чтобы рука АА была там. И я отвечаю за это. Помолимся. Спасибо. Давайте встанем в круг сегодня. Давайте попробуем помещение позволять. Иди ко мне, мой любимчик. Резкая птица долетит в той части круга. Есть контакт? Стадионы собирать будем, да. Боже! Боже! Дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Спасибо. Спасибо! Б Law! Спасибо! Аминь. Спасибо!